К началу 20 века до предела обострились геополитические противоречия между ведущими странами мира. Урно растущие экономики великих держав все острее нуждались в дешевых ресурсах и расширении рынков сбыта. Борьба за передел мира в любой момент могла перерасти в скртельную схватку. Научно-технический скачок и обретенные задолбни и витаколониальные завоевания, когда тот, кто первым успевал приплыть к далеким берегам, автоматически становился их хозяином. Обеспечили европейцам колоссальный перевес. К началу 20 века весь обитаемый мир был поделен между несколькими великими державами и безусловным лидером среди них была Ария и Британия. Небольшой и бедный ресурсами остров на западе Европы для того, чтобы хотя бы просто поддерживать свое могущество, неизбежно должен был черпать ресурсы со всего мира. Владения Британии, разбросанные по всем континентам, занимали одну пятую часть земного шага. Подданным британской короны был каждый четвертый житель планеты. Удерживать раскиданную по всем континентам дереву было непросто. Но англичане уверенно рассчитывали на свою несаурядную предприимчивость и на жестокую и заощренную политику. Вот карта мира, где красным цветом обозначены страны, куда когда-либо втаркались британские войска. Второй по величине колониальной империи мира была французская республика. К 1914 году по территории она уступала только Британии и России. При этом французы упрямо мечтали о добрах немцев, потерянные в 1870 году в территории Нарейбе. Этого требовала уязвленная честь нации. Именно тогда во что могло слово реваншизм. Германия в течение многих веков была лишь географическим понятием. На ее территории существовали десятки мелких государств. Лишь 1800.